Шадгуру, за время изоляции мы набрали лишний вес из-за переедания и отсутствия физической активности. Можете ли вы дать нам простой совет, как сбросить вес? Несколько лет назад я был в Чинайе и выступал там в одном бизнес-сообществе. Нельзя сказать, чтобы эти люди страдали от ожирения. Просто немного пытались походить по форме на планету. Не то чтобы они вращались по форме. Так что я сказал, посмотрите на свое состояние, как на состояние целого поколения людей. В какой физической форме были жители Чинайи 50 или 100 лет назад? На каком уровне была их физическая подготовка? Я говорю о простых людях. Я не говорю о гимнастах, профессиональных спортсменах и тому подобных. Обыкновенные люди с улицы. И даже сейчас, в какой физической форме находятся люди, например, в сельской местности. Я сказал, предположим, вы идете по улице и внезапно видите голодного тигра. Сколько из вас сможет взобраться на дерево? И это захватывающее зрелище — тигр на улице Чинай. Такое происходит не каждый день. На это стоит посмотреть. И все же, сколько из вас сможет взобраться на дерево? А дерево — обычно городские деревья, растущие вдоль дорог, в высоту от 2,5 до 3,5 метров. Сколько из вас смогут взобраться на дерево такой высоты, усесться на ветку и наслаждаться присутствием дикой природы? Нет. Только те, кто выполняет так называемую «черную работу», кто подметает улицы, возможно, они смогут забраться на дерево и наслаждаться видом, наблюдая, как вы превращаетесь в завтрак для тигра. Почему мы стали такими? Откуда здесь взяться тигру? Дело не в этом. Почему вы пришли к такой физической форме? Что физическая работа вам больше не под силу. Вы можете только дойти до офиса и обратно домой. В современном мире это тоже необходимо. Но разве уже не имеет значения, чтобы вы обладали и физическими возможностями? Физические возможности — это отражение вашей физиологической силы, которая во многих отношениях является основой и фундаментом для вашего психологического баланса. Это уже не подлежит сомнению. Ваша психологическая устойчивость — это во многих отношениях фундамент для вашего психологического баланса. Об этом всегда говорилось в егической науке. Но люди смеялись над этим, потому что на все смотрят сквозь замочную скважину. Люди говорят, что мозг — это отдельная тема для изучения. Вот почему вчера в разговоре я признался всем нейроэкспертам. У меня нет мозга. По крайней мере, большую часть времени он не работает. Я его отключаю. Существует достаточно. От кончиков волос до пальцев ног существует достаточно клеток, в которых при достаточной памяти и интеллекта они могут заниматься моей жизнью. Я их как следует дисциплинировал. Они будут заниматься моей жизнью так, как я этого хочу, потому что большая часть ежедневной работы, ежедневного функционирования — это просто повторяющиеся изо дня в день действия. Все, что вам нужно, — это клерк. Для выполнения такой работы не требуется человек со сверхспособностями. Я натренировал их, и они отлично справляются со своей работой. Мне не нужно думать, как есть, как сидеть, стоять, дышать, обо всей этой ерунде. Это происходит само по себе. Потому что для того, чтобы иметь определенный уровень психологической свободы, очень важно находиться в стабильном и насыщенном физическом состоянии. Иначе вам придется думать, прежде чем произвести любое незначительное действие. Как только вы начинаете думать, неизбежно вы начинаете испытывать смятение по поводу любых своих действий. Вы утверждаете, что ели слишком много из-за вируса. Это не из-за вируса. Это некая компенсация. Это можно видеть в кинотеатрах, в театрах, когда вам нечем заняться. Никогда ранее в истории человечества еда не была столь доступной. Это неправильно. Что куда бы вы ни отправились, там будет доступна еда. Так быть не должно. Я видел, что некоторые корпорации в Америке организуют пространство таким образом, чтобы в пределах 15-30 метров всегда была в наличии еда, которая обычно приготовлена месяц назад, а также чтобы там был туалет. Нет. Я считаю, что и еда, и туалет должны располагаться на отдалении. Тогда вы будете поддерживать свою физиологию в состоянии осознанности. Нет ничего хорошего в том, что повсюду есть туалеты, потому что у организма есть определенный запас прочности. Ваше желание бежать в туалет не всегда является только физиологической потребностью. Это может быть потребностью тела. Иногда в теле может быть что-то нарушено. Но в нормальном состоянии это скорее психологическая потребность, чем физиологическая. Например, вам постоянно хочется отправлять сообщение. Не потому что вам есть что сказать, а просто потому что это некое облегчение. Точно так же поход в туалет — это облегчение, сексуальность — это облегчение. Каждый раз одно и то же. Потому что вы накапливаете внутри себя разную ерунду. Вам нужно облегчение. Об этом открыто говорится в области психиатрии, что вам нужно давать выход всему этому. Почему у вас это накапливается? Как-то в одном из интервью журналист спросил меня, «Садхгуру, что вы делаете, чтобы расслабиться?» Я спросил, «Что?» Во-первых, зачем мне нужно напрягаться? Я не напрягаюсь, чтобы потом думать, как расслабиться. «Вас что, нужно постоянно заводить, как напольные часы?» Вы сами себя заводите. Даже наручные часы сейчас не нужно заводить. Они идут сами. Для чего вы себя заводите? Это все потому, что вы воспринимаете жизнь как накопление. Да, тело — это накопление. Ум — это накопление. Но жизнь — это не накопление. Это феномен, который происходит. Если вы не познали этот феномен, и вы знаете только накопление, тогда вы всегда будете думать, что безопасность — это накопление. Будь то богатство, деньги и тело. По крайней мере, деньги вы можете хранить в банке. Хотя они и могут лежать на вас с тяжелым грузом. Но если вы накопите слишком много тела, вы носите его с собой повсюду, каждую минуту своей жизни. Сейчас 30% населения мира недоедают. И примерно такое же количество людей страдают от ожирения излишнего веса. Вы можете исправить это. Вы можете разрешить мировую проблему недоедания. В центре йоги Иша мы практикуем такое. Какой бы ни была причина, например, когда школа Ишевидия, которая занимается образованием деревенских детей, не может собрать достаточно средств, тогда многие в центре берут на себя такое обязательство. Я не буду ужинать по средам, чтобы сэкономленные на этом деньги пошли детям. Я думаю, вам нужно найти 7 подобных причин. Я могу дать вам 7 причин. Понедельник для компании по восстановлению рек Индии, вторник для компании Зов Кавари, среда для Ишевидии, четверг называется Гуру Вар. Это для вашего садгуру. Пятница для Деви, потому что это ее день. В субботу можете поужинать. Оставим вам один ужин. В воскресенье для Дьяна Линьги. Таким образом, найдите 7 или хотя бы 6 причин, чтобы отдать 6 ужинов. Утром можете есть. В 10 утра поешьте как следует, а следующий прием пищи будет в 10 утра на следующий день. И чтобы держать социальную дистанцию, выезжайте за город и возвращайтесь назад пешком. Садитесь в автобус, отправьтесь куда-нибудь за 10 километров и просто возвращайтесь обратно пешком. Будет лучше, если вы будете без телефона и без кошелька, чтобы вам пришлось идти обратно пешком. Сделайте что-нибудь. У вас уже есть одна проблема. Вы хотите ее приумножить? Хотите увеличить размер проблемы? Не нужно. Достаточно существующей проблемы. Я говорю вам, существующей проблемы более чем достаточно. То, что я смеюсь и шучу на эту тему, не означает, что проблемы не существуют. Это реальная проблема. Не нужно себя обманывать, потому что, когда тело и ум в определенном состоянии, вы можете с легкостью дурачить сами себя. Когда-то у Шанкарана Пилая был свой магазин одежды. Здесь, в США. И вот одна женщина зашла к нему купить себе свитер. Он поклялся ей, что это стопроцентная чистая шерсть. И она купила свитер. На следующий день она вернулась со словами. Вы сказали, что это чистая шерсть, но на этикетке написано «Сделано в Бангладеш. Сто процентов хлопок!» Он ответил, «Мэм, не позволяйте этой этикетке ввести вас в заблуждение. Этикетка только для того, чтобы одурачить моль». Точно так же по всему миру очень много этикеток. Не нужно этому верить. Проведите такой простой эксперимент. Все, кто сейчас сидит на полу, когда будете вставать, поднимитесь, используя только ноги. Всем вам нужно следовать этому в вашей жизни. Вне зависимости от того, сколько вам лет. Когда вы сидите со скрещенными ногами, используйте только ноги для того, чтобы встать. Это простой тест. Это означает, что вам не нужно приводить в движение все четыре колеса. просто вставайте с помощью ног. Хотя бы такой фитнес должен быть вам под силу. Если вы не в состоянии забраться на дерево, в наши дни осталось слишком мало тигров для того, чтобы они расхаживали по вашему городу. если вы не в состоянии забраться на дерево, это ничего. Но, по крайней мере, вы должны быть в состоянии встать. Поддерживайте, по крайней мере, такую физическую форму. Сделайте это для себя. Субтитры создавал DimaTorzok